Всем приветик! Вышли мы гулять, гуляем, наслаждаемся теплыми деньками, шершим листиками. Хороший шокий! Хороший шокий! Ой, сейчас телефон упадет, ты что, вот так, смотри. Всем привет, говори. Говори всем привет. Всем привет! Молодец. Вот, выбрала я такую здесь локацию, чисто осеннюю, в общем, сегодня у нас просто мега жара на улице, на солнце, я не знаю, сколько, пишет телефон 22 градуса, но не 22, намного жарче, потому как я в одной, ну, в такой легенькой кофточке, и мне реально жарко. Если я захожу в тень, мне нормально. Ну, как только на солнце, вообще жара, пришло бабье лето. У нас сегодня 18 октября, и такая классная жара на улице, вообще супер погодка. Ну, подосмотрела я до конца сериал, чисто украинский наш сериал, на украинском языке, я не знаю, есть ли он в переводе на русский язык, или там титрами, или как-то, но те, кто, наверное, не знает украинского языка, конечно, сложновато будет, во-первых, вникать в этот сам сериал и смотреть. Так вот, сериал называется «Школа», чисто украинский такой сериал, и подростковый. Можно сказать, сериал, но я скажу, что родителям, там, родителям подростков, или вообще детей, которые посещают школу, тоже полезно будет посмотреть этот сериал. Конечно, не все так, как вот прям в школе, но действительно, да, он такой реалистический, на все 100%, я бы сказала, что реалистический. Значит, вообще, почему о нем заговорила? Ничего примечательного особого в этом всем сериале нет, но последняя серия второго сезона, это было нечто. Кто помнит, наверное, помнят все, трагедию в Кемерово, пожар в торговом центре, здесь было все полностью скопировано, ну, конечно, не до деталей, там детали были другие, в общем, те дети, которых повели в торговый центр, в кинотеатр, да, о которых вообще был весь сериал, они оказались закрыты в кинотеатре, в зале кинотеатра оказались закрыты, и, собственно, там уже начался пожар, все как вот в недавнешних событиях Кемерово. Непонятно, чем это все закончится, так как оборвался второй сезон, то есть вот конец второго сезона, был о том, что произошел пожар, то есть вот вся вот эта вот ситуация, и там учительница спасает этих детей, в процессе спасания учительницы этих детей заканчивается второй сезон, и дальше будет, то есть ждем третий сезон. И все, не все, многие, конечно, начали писать о том, что вот как вы могли скопировать такую трагедию, вообще на этом типа наживаться, но я вообще не понимаю, причем здесь одно к другому, это сериал, да, это создали его тоже люди, они взяли за основу реальное событие, которое недавно произошло, и вообще не нужно забывать о том, что и в России, и в Украине, и вообще вот в странах СНГ, я думаю, я не знаю, конечно, как в Беларуси, честно говоря, я думаю, что точно так же. Техника безопасности абсолютно никакая не соблюдается, и вся вот эта вот ситуация, которая произошла в Кемерово, которая показана в сериале, она реально реалистична, потому как у нас настолько халатно отношение ко всему, вот если вы даже смотрели мое предыдущее видео, я показывала, как в садике в нашем, открыты двери, уходят, уйди, хочешь ребенок, иди, гуляй на все четыре стороны, даже никто не заметит, что он ушел, и то же самое, думаю, с пожарной ситуацией, точно так же, абсолютно все, и все-таки, я думаю, это даже плюс, что будет очередное напоминание об этом, да, о безопасности, что не только даже, сейчас, Игоречек, ты молодец, ты такой красивый букет собрал, не только, даже вот учителя, но и сами дети, быть гудительны во всех ситуациях, и их нужно учить с самого детства, этому, конечно, меня просто шокировало, это серия, и мне хотелось бы, честно говоря, услышать ваше мнение в комментариях, напишите, пожалуйста, по поводу этого мнения, как вы считаете, правильно ли сделали создатели сериала, взяв за основу недавнюю, очень недавнюю, трагедию в Кемерово, ой, куда что-то идти, либо же им нужно было как-то это обойти, я не думаю, что они прям тут хайп хотели какой-то словить, просто, они напомнили еще раз, что безопасность детей должна быть на уровне высоком, а не таком халатном отношении, как это все у нас происходит, Игорочек, ты шуршишь в листьях, а покажи, какие у тебя кроссовки сегодня, покажи, не, ну ты же ближе ко мне подойди, что вот, что это вот, они у тебя светятся, да, ух ты, классно, днем плохо видно, что они светятся, Вадюша, у тебя кофточка с пингвином, с пингвинчиком кофточка, нет, как нет, с пингвинчиком кофточка у тебя, класс, класс, да, опа, я пенек нашу, кого, чего, пенек ты нашел, давай, бросай листики, ух ты, смотри, Вадя, как классно получилось, давай, теперь ты, вообще, молодец, молодец, давай только вот сюда, где именно листики, ух ты, ух ты, ты, ура ура ко мне приехала посылочка сайхерб я ее ждала не знаю недели две или три наверное в общем это моя первая посылочка мой первый заказ я открою ее в отдельном видео здесь немного всего но самое необходимое и очень качественная я еще так рада классно кто еще заказывает айхерб пишите мне внизу интересно почитать принес мне курьер посылку с мейкапа смотрите как все классно упаковано прям каждый каждый товар наверное даже в одно видео хочу вам рассказать что тут о чем почем и наверное даже в одно видео все не влезет я рада такой посылочки